Лимоплощадью 600 гектаров. Химические отходы копились здесь не один десяток лет. После закрытия территория предприятия превратилась в зону экологического бедствия. Постапокалиптичный пейзаж всего в нескольких километрах от жилых домов. Рядом река Ангара. Если присмотреться, давайте камеру сюда. Видно вот, вкрапление ртуни. Основным источником загрязнения долгое время был цех ртутного электролиза. Его снесли месяц назад. За почти 30 лет работы он сбросил в окружающую среду полторы тысячи тонн ртути. 60 из них за десятилетия попали в реку. На площадке химпрома не были в должное время сделаны очистные сооружения. И просто-напросто очистные сооружения представляют из себя шламонакопители. В простом языком это такие озера, в которые сливались все отходы. Происходило отстаивание, перетекали следующие озера, дальше отстаивание. Справиться с бедствием, которое местные жители называют не иначе, как сибирский Чернобыль, самостоятельный регион не мог. Не было ни ресурсов, ни полномочий. Губернатор Иркутской области обратился к президенту. Год назад, когда приехал, увидел ужас в глазах мэра. Я говорю, ну и как будем делать? Ну не знаю еще. Поэтому здесь, конечно, поддержка федерального центра. Здесь лично Владимир Владимирович, потому что он понял всю, наверное, важность вот этой промплощадки рекультивации, в целом не только для города, а для Иркутской области. Четыре месяца назад Владимир Путин дал ряд поручений и держит их под личным контролем. Основная миссия по спасению Уссулия Сибирского возложена на Росатом. Было принято решение не только о поручении нам конкретных объектов, в частности Уссулия Сибирского, но и было принято решение о наделении Росатома полномочиями единого федерального оператора по работе с промышленными отходами первого и второго класса опасности. Операция по ликвидации химических загрязнений беспрецедентная. Чтобы избавиться от токсичного наследия, потребовалось участие сразу нескольких ведомств. Территорию взяли под контроль росгвардейцы. На месте ЧП силы объединили Росатом, МЧС, Минобороны. Сложно было, конечно, начинать работу, потому что мы не знали, какие нас ждут здесь сюрпризы. Сюрпризов оказалось немало. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, когда специалисты приступили к работе точных данных о том, сколько отходов находится на промплощадке, попросту не было. Сейчас мониторинг химической обстановки идет постоянно. За три месяца взяли более сотни проб, грунта и воды. Военные обеспечили безопасность перекачки 100 тонн токсичных веществ. В 30-е годы прошлого века здесь выпускали большинство наименований продукции химпрома. И мы не знали, какие емкости содержатся на площадке, где они находятся физически. Обнаружили первые 16 сначала жуде цистерн, и они все находились в аварийном состоянии. Потом в ходе работы обнаружили, к земле выкопали 17-ю цистерну. Она сочилась в грунт. Специалисты обезвредили аварийные цистерны, уже ликвидировали самые опасные объекты. Угрозы жизни людей нет. Несмотря на все сложности, работы идут с опережением графика. Но сегодня важно не только избавиться от тяжкого наследия, но и позаботиться о будущем. У Соли-Сибирска город Химиков. Когда-то градообразующее предприятие давало работу 12 тысячам жителей. После распада Советского Союза завод умирал, пока не превратился в развалины. А токсичные отходы в прямом смысле начали отравлять жизнь людям. Уже два года в городе действует режим ЧАЭС. За 15 лет его покинуло треть населения. Из тех, которые находятся здесь, если мы возьмем утрешнее время, то на электричках, на машинах люди разъезжаются в разные города на заработки. У Соли-Сибирска обещают преобразиться. Его уже включили в программу «Умный город». После того, как вся работа на территории Усоли-Химпрома завершится, а есть конкретные сроки 4 года, от опасного наследия останутся лишь воспоминания. Город-сад честно не обещают, но будет современный промышленный комплекс. И никакой угрозы жизни и здоровью людей. Наталья Славьева, Вести.